Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые гости, сегодня у нас радостный и приятный день. Мы отмечаем 140 лет училищу цесаревича Николая. Это училище, являясь прародителем военмеха, было создано в этих стенах, в этом месте. Это училище было уникальное, в том смысле, что политический совет этого училища возглавлял император Александр Третий. Исполнительными руководителями политического совета были министры Российской Федерации, и директора училища были в статусе генерала-майора. Вот это училище было в практической направленности, и ориентировано было на подготовку слесарей и специалистов по обработке материалов для оборонной промышленности. Таким образом, здесь начиналась подготовка кадров для нашей обороны. Те славные традиции, которые были у этого училища, мы стараемся перенять. И в настоящий момент военмех, являясь одним из лидеров в Северо-Западе в области подготовки кадров для обороны, обладает успешностью выпускников, обладает высоким качеством образования, и мы считаем, что это возникло не в пустом месте, а обязаны мы традициям, которые давно здесь существовали. Эта выставка является первой выставкой, в которой мы обращаемся к истории военмеха. Дальше мы планируем провести выставку, связанную с 70-летием Победы, и дальше мы собираемся готовить экспозицию к выставке «История отечественного оружия». В связи с этим мы обращаем особое внимание на воспитание наших студентов, на их патриотизм. И я хочу поблагодарить всех сотрудников военмеха, которые участвовали в подготовке этой выставки, и фонд Геннадия Елены Кимченко, который финансировал эту выставку и последующие выставки. И мы надеемся, что эта выставка даст хорошее начало осмыслению истории в стенах военмеха. Я с удовольствием хочу предоставить слово для открытия этой выставки представителю Государственной Думы, выпускнику военмеха 1978 года Сергею Евгеньевичу Набишкину. Сергей Евгеньевич, мы очень рады вас видеть. Аплодисменты.